В общем, кот при монастыре живет, при нашем вот этом. С осени кровить задняя лапа и что-то на шее. Прямо кусочек, как подушки, нет мяса. На задней подушке. Не могут они вылечить, постоянно кровить ходит. Кот трусливый. Ну, тетки говорят, то эти местные, не кусается, типа не царапается, но очень трусливый. Двери, наверное, на всякий случай закрыть. Доброго здоровья, друзья. Я очень боюсь наших храмов. Храмы, куда люди несут и выбрасывают животных. А там только молятся. А потом звонят нам, когда молитва не помогает. Я благодарна тем женщинам, которые пытаются хоть как-то поддержать животное, попавшее к ним и у которых хватает разума, сердца, доброты, обратиться все-таки в приют за помощью. Мойник, его также подбросили к храму. Откуда у него обожженные лапки, никто не знает. Но, как мне сказали, он так ходит уже несколько месяцев. И это страшно. Разумеется, коту надо было помочь еще раньше. Но, к сожалению, обратились только сейчас. И сейчас, когда лапы запущены и в таком жутком состоянии, лечить их будет гораздо труднее. И, тем не менее, я все равно благодарна тем женщинам, что позвонили и попросили для него помощи. Благослови их, Бог. Они верят. И я рада, что эта вера помогает им оставаться людьми. Друзья, перед вами Моник. У него термические ожоги. Где он получил эти травмы, никто не знает. Но сейчас ребенок находится в стационаре. Видео очень тяжелое, но сразу говорю, друзья, все обработки первичные. И промывка, обмывка этих лап производилась под наркозом. Котик ничего не чувствовал. Именно поэтому постарались как можно тщательнее вымыть все. Дальше будут накладываться только мази, перевязки, уколы. Но уже такой страшной тяжелой обработки не будет. И боль котику не причинят. Минимально. Со всей осторожностью. Хотя смотрится это жутко. Друзья, у нас с вами Моник. И ему нужна помощь. Так же, как и тем, кто до него попал к нам. И кого мы с вами уже спасли. Мои хорошие. Это тяжело, я знаю. Но у этих животных есть только мы с вами. Только мы. Маленькая частица нашего страшного, жестокого, безумного мира. Тёща, покрылась. Я тёща, начисляла повязку, конечно. Немножко это испачкано сейчас. Так лапа сейчас выглядит. Ну, до заживления, конечно, ещё далековато. Так, лапки смазали, помыли, сейчас наложим такую вот штучку, специальную ранозаживляющую, и перебинтуем. Не пустите, не пустите. Не пустите, не пустите. Не пустите, не пустите. Не пустите, не пустите. 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 Не пустите.